Приветствую вас, и начать свой ответ я бы хотел за встречного вопроса вам. Нормальные отношения с матерью это какие? Вот какие нормальные отношения с матерью вы считаете должны быть? Как у других? Возможно. Но ваша мама не другая. Ваша мама такая, какая она есть. Если вы ее любите, как вы говорите, то я полагаю, что ее нужно принять в первую очередь такой, какая она есть. Понять ее, почему она такая. Увидеть, почему она ведет себя подобным образом. И увидеть, опять же, что по-другому она любовь свою проявить не может. И не сможет. Потому что у нее для этого нет ресурсов. Вы говорите, мне не хватает любви и поддержки. И поэтому я пытаюсь добиться ее любви и понимания, совета какого-нибудь в быту. При том, что у нее уже три внука, которых она не держала ни разу на руках. То есть вы понимаете, что вы требуете от своей мамы быть той, кем она не является только потому, что вам от нее нужна поддержка, любовь, понимание и так далее. Но если это нужно вам, то, соответственно, это и ваша ответственность развивать любовь к себе, уверенность в себе. Для чего вам, например, ее совет в быту? Зачем? Вы думаете, правда, что можно добиться любви? Она либо есть, либо ее нет. Если она есть, то она такая. Какая она есть. То есть, так как человек может ее предложить, а если вам не нравится и вам нужно другое, то нужно для себя понять, чего хотите вы. И я полагаю, что это уже индивидуальная работа над собой. Потому что сейчас в некоторой степени вы ведете себя как ребенок. Но вы и говорите, что какими взрослыми мы не были, мы все еще дети своих родителей пока не живы. Я вам даже больше скажу, что когда они и не будут живы, мы все равно будем с детьми своих родителей. Только это игра слов. Так называемый логический парадокс, который вы говорите. Потому что дети своих родителей мы только биологически. Социально может быть, но психологически нет. Психологически мы разные люди. И детям не нужна любовь к родителям. Далеко не всем. Зачем это обобщение, которое вы делаете? Для чего оно? Зачем? Вот вы говорите, мы нуждаемся друг в друге. Нет. Нет. Ваша мама в вас не нуждается. Или нуждается не так, как вы нуждаетесь в ней. И ваша нуждаемость в ней, это ваша ответственность, которую необходимо реализовать через, с одной стороны, личные границы. С другой стороны, через соответствующие отношения к людям. И в том числе к себе. И с третьей стороны, через принятие своих чувств и чувств других людей. Какими бы они ни были. Это ваша индивидуальная работа над собой. Без требования к маме. Без требования к позиции. Без идеализации ее. Вы говорите, что у нее три внука, которых она не держала на руках, не читала, не гуляла, не читала сказки. А должна была? Она, по вашему мнению, должна была это делать? Нет? Нет, Александра, она не должна была этого делать. Она не может. Почему? Опять же, потому что у нее нет ресурсов. Почему нет ресурсов? Потому что она себя не принимает. У нее болезненное потребность его внимания. У нее болезненное выражение агрессии. Когда она судит других. И она такой будет. Она будет такой всегда. Если только не обратится к психологу и не начнет работать над собой самостоятельно. Знаете, вы хотите того, чего нет в вас, Александр. И вместо того, чтобы фрустрировать по поводу того, что вы не получаете от мамы любви, поддержки, советов и так далее. Лучше подумайте, а ваша мама, она вообще может этого сделать? Ваша мама, она вообще способна это дать? То, что нужно вам? И может быть, вы быстрее дадите сами себе то, что нужно вам от нее? Да, через работу над собой, через личность и рост, через развитие. Да. Но так вы не будете зависимы от нее. Понимаете, ваша мама вас подавляла. И это подавление вылилось в то, что вы стали вот такой, какая вы сейчас. То есть вы стали, ну, в некоторой степени, да, таким умным, послушным ребенком, как вы говорите, но при этом, то есть как бы адаптивным ребенком. Это называется адаптивный ребенок, вот, кем вы стали, это адаптивный ребенок. Но адаптивный ребенок, внутри которого живет другой ребенок, естественный или спонтанный. И этот естественный, спонтанный ребенок называется в любви. Естественная, спонтанная потребность в любви без, ну, без защитных реакций. Называется психотическим, психотическим поведением. И психотическое поведение проявляется в том, что человек нуждается в ком-то, кто ввел бы его. Кто, ну, помогал бы ему, кто поддерживал бы его. Понимаете? Понимаете? Но не может человек, вот. Ваш родитель, да, ваша мама, она не может это сделать. Вот. Ну, у нее нет, у нее нет такой возможности, вот. Понимаете? А вы требуете от нее этого. Понимаете? Какая вещь. И я хочу сказать вам, что для установления нормальных отношений, для установления адекватных отношений, нужно принять человека. вот. И только после этого вы сможете выстраивать адекватные отношения со своей мамой. Пока вы будете требовать от нее того, чего дать она не может, ситуация будет плачевной для вас. Потому что вы, по большому счету, всегда будете испытывать... неудовлетворенность. И на мой взгляд, если вы этого не хотите, то нужно вставать на путь именно того, чтобы принимать себя, в первую очередь, чтобы принимать себя, и во вторую очередь, чтобы принять уже... как бы свою маму. Тогда. Вот. А образ, вот эта вот идеализация, которая у вас имеется, да, идеализация, вот то, что вы идеализируете. Идеализируйте бабушку, идеализируйте образ своей мамы. Это все ваши желания. И они, эти желания, нормальные, естественные и правильные. Вот. Только их необходимо удовлетворять адекватно. Без... Ну... Проекции, без проецирующего вам... отношения... к... к... ну... к маме... к маме... к маме... либо... к другим людям, и так далее. Вот. То есть, это работа над самооценкой, над личными границами, над самоуверенностью, значит, над основными базовыми потребностями, вот. И, соответственно, над изменением своего поведения, ну, вот в этом направлении, если говорить конкретно. Дальше идем. Не очень понятно, как вы говорите, что вот приходим в гости, да, то есть в гости вот вы пришли, ну, как вот вы говорите, в гости, пришли в гости. А как вы могли прийти в гости к маме, да, а если, собственно говоря, ваш муж сказал, ну, чтобы, ну, чтобы вы не приходили, чтобы вы не приходили к ней, чтобы, ну, чтобы не общались с ней. Ну, чтобы не общались, это ладно. А вот, как бы, ну, вы без мулья ходите к маме или как? На мой взгляд, это очень важно, потому что если вы ходите к маме без мужа, то это может говорить о вашей эмоциональной зависимости от нее. Вот. И как следствие, могут быть проблемы с мужем, ну, с отношениями, могут быть проблемы в отношениях с мужем. Если вам этого не хочется, то я полагаю, что, ну, я полагаю, что это тоже можно купировать, это тоже можно подкорректировать, чтобы таких проблем не было. То есть, ну, можно мужу, в принципе, донести, что ваша мама, она вот такая, и что по-другому она не может. То есть, была бы рада, но не может. Вот. То есть, в принципе, в принципе, все можно сделать. В принципе. В принципе, все можно исправить. И вот тогда, когда мама будет в своей зоне комфорта, когда она почувствует, что от нее перестали требовать чего-то. А я полагаю, что это именно то, что она и чувствует, что от нее постоянно кто-то что-то требует. Так вот, когда мама перестанет чувствовать себя так, в тот момент вы сможете с ней адекватно строить отношения. Совершенно спокойно, без всяких проблем. Абсолютно нормально и естественно. Только так. И никак иначе. К сожалению. Потому что, ну, понятно, что хотелось бы лучше, но если мы говорим о принятии, вот, ну, если мы говорим о принятии вашей мамы, да? Если мы говорим о том, что вы хотели бы принять свою маму, если вы хотели бы наладить с ней адекватные отношения. Вот. То в таком случае только такой путь есть. Других путей, к сожалению, нет и быть не может. Если вы готовы, если вы готовы к тому, чтобы вот становиться на путь действительно нормальных отношений с точки зрения понимания гадым человеком. Нормальности этих отношений. Этих отношений. Этих отношений. Что я полагаю, что для вас все будет вполне достижимо. Ну, а если нет, если вы не готовы, вот, то в таком случае я боюсь, что будут проблемы. И с мужем могут быть проблемы, и там, у вас будут проблемы дальнейшие. А детей вы, детей вы зачем водите к бабушке, которая проявляет к ним холодность, да, и не обращает на них внимания. Это вообще отдельная тема для разговора, для чего вы это делаете. И как это влияет на детей. Вот. То есть, ну, насколько это по ним бьет. То есть, вот об этом постарайтесь подумать. Это правда важно. И если будет нужна помощь, то обращайтесь либо к психологам на нашем сайте, либо очно выбирайте. Кому можно было бы обратиться. Но работа над собой вам определенно нужна. В первую очередь, конечно, это работа по избавлению от обид. По-моему. В первую очередь. А дальше уже будет видно, в каком направлении двигаться. Ну, вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Ага. Если у вас остались вопросы именно ко мне, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.